Жители микрорайона Волгарь радуются новому маршруту общественного транспорта. Со 2 августа в поселок стал заезжать автобус под номером 5D. До этого времени местные жители могли пользоваться только коммерческим транспортом. Перевозчик стал получать большинство положительных отзывов от жителей микрорайона Волгарь. Жители благодарны о том, что у них сейчас наконец-то появился муниципальный транспорт. Они могут оплатить проезд транспортными картами, социальными картами. Это очень удобно пенсионерам, студентам, школьникам. Вот очень довольны. Очень хорошо. Надо было давно пустить, чтобы люди ездили нормально. Прекрасно. Ничего, тут ехать на 15 минут. И с удовольствием. А то что же, идите в школу, кто в садик, кто на работу. Нет, очень хорошо сделали. Надо было раньше сделать еще. Когда только сделали, еще и дома построили. Автобус ходит от Сухой Самарки, затем заезжает в микрорайон Волгарь. Далее следует до площади Революции и Губернского рынка. В утренние часы пик транспорт от Сухой Самарки идет по прежнему маршруту, а жители Волгаря возят отдельный автобус. Хочется подчеркнуть, что здесь работают автобусы МАЗ или АЗ. Это автобусы среднего и большого класса. То есть они качественно отличаются по своим характеристикам от тех автобусов, которые раньше обслуживали Волгарь коммерческие. Новые автобусы, они являются низкопольными, то есть адаптированы в том числе для перевозки маломобильной категории пассажиров. В них есть аппарель, предусмотрена площадка для коляски. Все довольны. Любой житель Волгаря, мне кажется, будет доволен. Мы должны просто идти в нужный направление. Кто-то недоволен, со временем будет доволен. Тем более любое новое решение, оно вызывает, как правило, недовольство в обществе. С заездом в Волгарь время автобуса в пути увеличилось на 15-20 минут. Это обстоятельство понравилось не всем жителям Сухой Самарки. Но в департаменте транспорта Самары предупреждают, маршрут работает временно. Мнение пассажиров изучается. Высказать его можно на сайте компании или позвонив на горячую линию. Если возникнет необходимость, маршрут будет скорректирован. Сергей Кизоркин, Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...